Очень приятно. Меня зовут Роман Евдокимов. Я принадлежу сам себе. Если описать меня в двух словах, то всякое бывало. Предсексия. Кровать была взбита, как омлет. Актеров, как актеров, я вообще не очень люблю. Ой, страшные судьбы, страшная жизнь. Вам талантливые артисты нужны? Нет. Окей, вам талантливые артисты нужны? Нет. Окей, блядь, может, вам талантливые артисты нужны? Нет. Нахрена ты этим занимаешься? Нахрена вообще все это происходит? Зачем? Хочешь что-то? Надо думать. Понятия не имею, сколько мне лет. 19. У меня были яркие 19 лет, скажем так. Такие какие-то прям горящие. И я там и застрял. Вот в плане ощущения самого себя. А что, кажется, что я старый дедушка, да? Хреново. Я сын врачей. Семья прикольная, сложная. Последние полтора года мы бьемся за то, чтобы стать друзьями. Они были в шоке, конечно, когда в 11 классе я сказал, что вот мои там экзамены на то, что я сдаю, и папа как бы так, а где химия, где биология, почему здесь только литература? Я буду актером. Окей. Да, я закончил. С красным дипломом. Ко мне не докопаться. Ну, красный диплом у меня наспор на самом деле немножко. Мы с моим однокурсником поспорили, кто закончит институт, и у кого не будет ни одной четверки вообще, в принципе, за все время обучения. У кого будет четверка, в общем, из нас двоих, тот покупает ящик коньяка на выпускной. В итоге мы принесли два ящика, потому что оба закончили столько с пятерками. При том, что мы были раздолбаемы самыми страшными, и делали это не потому, что хотели, ну, как бы, не потому, что это было важно, а потому, что просто, ну, по кайфу было. Что мне это дало? Ничего. Ну, как бы, мне институт дал, нет, на самом деле, мне институт дал очень важные вещи. Умение работать с дураками, умение, любое самодурство, и любой отвратительный, там, рисунок или идею через себя трансформировать так, чтобы это было смотрибельно и работало. Я не знаю, как бы, у кого какие терки. Я знаю лично про мои терки с моими мастерами. Точнее, даже не терки, это разница понимания мира. Они знают, как надо. Причем они знают, как надо все. А мне кажется, что для человека, который занимается, ну, блин, как бы это пошло не звучало, искусством или творчеством, каким бы то ни было, самое главное не знать, как надо. Я думаю, что они даже не знали, чему они учат. Ну, то есть, как бы, если они знали, то они гении. Сейчас я ни от кого не завишу. Только от самого себя. И делаю то, что мне нравится. Я так давно не рефлексировал по поводу института. Прошло и прошло. Прикольно, что вспомнили. Актерская профессия? Я считаю, что про личность она. Когда приезжают артисты, так, че мы сегодня играем? Ты что, дурак, блядь? Ну, как бы, хочется. Сожри этот текст. Блядь, прямо сейчас. Ну, серьезно? Ну, как бы, а за хрена ты этим занимаешься? На хрена вообще все это происходит? Зачем? Вообще, мне кажется, что все на площадке должны читать сценарий. Даже водители. Ну, как бы. Потому что, как бы, мы все же делаем одну историю. Это же все дышит одним. Это все видно. Вот актеров, как актеров, я вообще не очень люблю. Потому что... Ну, это грустно. Люди, которые зависят от всех обстоятельств, которых только может быть. От фарта, от воли какого-то режиссера, который хочет, чтобы актер был только марионеткой, например. Плюс еще жесткая право-деформация. Особенно, если ты не работаешь над собой. Вот в плане как раз-таки, что ты есть сам что-то. Если ты живешь по принципу, что я что-то жду, я что-то сейчас у меня будет. Я же такой, я же самый крутой, я же самый классный. И все вот это вот для того, чтобы продолжать верить в то, что ты самый крутой и ты самый классный. И для того, чтобы хоть что-то в твоей жизни случилось, ты начинаешь как бы себя накручивать, накручивать. И это эго, оно разрастается до масштабов просто какой-то гидры. И все, оспился. Ну, типа, такая абстрактная история. Ой, страшные судьбы, страшные жизни. В какой-то момент я понял, что типа, если ты хочешь найти работу, то самый верный способ найти работу, это создать рабочие места. Очень приятно, меня зовут Роман Евдокимов, я принадлежу сам себе. Это намного престижнее, чем сказать, добрый вечер, меня зовут Роман Евдокимов, и я актер театра МХТ имени Чехова или театра нации. Или я работаю на кого-то такого крутого, что вам и не снилось. Ну, я поработал в репертуарном театре немного, ну, как, так, так, абстрактно. Я же после института попал в нации, в спектакль с слепоглухими людьми, прикасаемые. Это была такая прям лаборатория, это была работа с живыми людьми, это была работа с живой болью, это была работа с живыми историями, которые, блин, прям на глазах. Люди менялись, трансформировались, меняли свою жизнь. И все благодаря тому, что они работают в театре. Слепоглухие люди, слепоглухие люди. Это сейчас я там говорю на дактиле и спокойно к этому отношусь. Тогда это меня просто приводило в состояние дрожи, потому что, как бы, как ты ничего не видишь и не слышишь. Ну, ты вот, ну, ой, короче, к чему я это все говорю? Потому что я попал в нации, и потом меня позвали в МХТ Чехова, в стажерскую труппу. В принципе, да, вполне случайно. И ничем это не отличается от Соловинского курса, Щеткинского училища. Ну, посидел я там и свалю. Потому что все это не про... Не про что. Это про зависимость. Я понимаю, зачем нужна медийность, например. Мне нужна медийность очень сильно. Потому что это инструмент, который открывает огромное количество дверей. Как бы, типа, я известный артист, да? Я жертвую своим лицом. Вообще, по сути, я жертвую приватностью. В своей жизни. Охренеть, какая большая плата. И у этой платы должна быть оправданная... Ну, как бы, за что? За то, что я что-то могу с помощью этого сделать большее, чем без этого. Потому что я просто сам ради себя, это психиатрия. Я всегда очень хотел работать в кино. И я прям, типа, бежал из института. Во-первых, я бежал из института при любой возможности. Я просто, в принципе, я бежал из института. И я бежал из института при любой возможности на какой-то кастинг, где-то отнести фотографию. Я ходил, разносил. Вам талантливые артисты нужны? Нет. Окей, вам талантливые артисты нужны? Нет. Окей, блядь, может, вам талантливые артисты нужны? Нет. Ну, как бы, вот такой, по масс-фильму бегал. Ну, что-то как-то там было, какие-то съемки, какие-то сериалы. Какая-то такая ерунда. Когда я был студентом, мне нужно было где-то набивать опыт. Мне нужно было работать. Я верю только в то, что ты прав, когда ты работаешь. Ужас, когда у тебя нет времени не то, что подумать над персонажем, а у тебя нет времени вообще осознать, что ты делаешь. Типа, ты приезжаешь на площадку, и тебя юзают. А ты даже не осознаешь этого. Ты думаешь, что ты к царе бог. А тебя просто юзают. Юзают, и юзают, и юзают, и юзают. Пока ты не закончишься. Так что, да, ужас. В моей жизни было много черного. Ну, как бы, вот в плане, всякое бывало прям, реально. Если описать меня в двух словах, то вот всякое бывало. Ну, сценарий ужасный. С которым произнести просто, ну, ты не то, что не имеешь права какого-то морального. А у тебя просто язык не поворачивается сказать там. Я ремарку запомнил на всю жизнь. Вот из таких прям, типа, сценариев. Они что-то смотрят друг к другу в глаза. Что-то, что-то это предсексие. Я потом после этой сцены, финальная ремарка, они лежат там, смотрят что-то на это. Кровать была взбита, как омлет. Ну, типа, вот из серии. Ну, такой вот ужас просто. Ужас просто. Типа, ты почему ты жив, еще человек, который ты написал? Да, было тяжело. Но тем интереснее было сделать это адекватно. Тем интереснее было сделать это сложнее, чем тебя заставляют сделать. Вопреки. Ну, то есть, как бы провернуть что-то. Сейчас, ну, я уже не трачу на это силы и время. Ну, типа, я уже сильно более выборочен. Зовут прям на разное. Ярды, например, это полный метр, который у меня вышел со мной. Это молодой, горячий, такой, взорвущийся к славе распиздятел. Такой немножко, вот такая история. Или там, допустим, у Гинсбурга, то, что я сыграл «Отчим» сериал, там эта даркушная история про бандита, агрессивного, злого, тяжелого. На романтичного красавца? Да, кстати, что я сейчас задумался, о чем я сейчас задумался? И на романтичных красавцев меня тоже, типа, зовут. Ну, просто я не очень красавец, я не очень романтичный. Очень романтичный в смысле, но не в... Мне пофигу, если честно, абсолютно пофигу, что играть. Не пофигу, чтобы это была история про человека. Не то, чтобы это был какой-то, типа, органичненько позлился или органичненько посмеялся и так далее. А чтобы это была история, чтобы я рассказывал историю человека. Вот это важно. Я люблю очень разные кино. Что-то происходит на Netflix вообще, вы видели? Ну, это же можно сойти с ума, типа, что это... Ребята, это, блин, платформа, интернет-платформа. Что они делают? Кинг, король, вот последний, который Брэд Питтс продюсировал. Ребята, пожалуйста, как так вообще? Или там, я не знаю, какая-нибудь конец этого гребаного мира. Или... I'm not okay with that. Вот есть два фильма, которые жалко, что сняли. Нет, ну их много, больше. Но вот из таких, которые прям, типа, в меня сильно попали, потому что, блин, я бы мог написать через пару лет. Это фильм «Она» с Хагеном Фениксом и «Мэриш Стори». Вот прям, типа, ты смотришь такой, блин, а, блин, ну почему, блин, почему я не там, блин? Я же мог это написать. Ну, у нас такого не снимают, блин, ну у нас такого не снимают, ну и чё? Ну, у нас снимают и не такое, у нас снимают другое. Ну, ничего, ничего, ещё будем, мы ещё повоюем, мы ещё поснимаем. Есть идея снять роуд-муви, такой, про чеченца. Есть идея снять Дениса с этим, с медведем. Это вообще, я считаю, сериал на HBO можно делать. Я жил в такой, в квартире, это сквот, большая квартира, в которой живут разные классные люди, типа художники, актёры, музыканты, беспробудная тусовка на протяжении 24 часов, у кого-то идёт всегда в одной из комнат, ну, как бы, арт-коммун, скажем так. Располагалось это на, ну, недалеко от Курского вокзала, и как-то раз я просто сидел, ко мне подошёл мужик, ну, такой, он не то чтобы бомж, он просто помятенький, и спросил, какой день недели. Я говорю, ну, там, типа, я не помню, что я ответил, на вторник. И вот тут я увидел, что, значит, человек берёт события вообще, в принципе. Я даже не могу этого показать, потому что это было на каком-то действительно прям молекулярном уровне. И я говорю, пиздец, четыре дня где-то проебал. Ну, и в этот момент я понял, что надо включать диктофон. Включил диктофон. Мы провели двое суток вместе. Он оказался, Денчик, Денчик, смотрящий из Курского вокзала. Человек с прозыванием психолога, который, когда становится, у которого есть двушка на таганке, жена и ребёнок. Который, когда становится тепло, пока холодно, он живёт там, а когда становится тепло, он уходит кружиться на курок. Цитата. Ну, курок — это Курский вокзал и всё, что рядом. А кружиться на курке — это жить там. Ну, как бы жить вольной жизнью. И таких людей очень много, как выяснилось. Которые имеют возможность жить более-менее социально, но не делают этого, потому что нафиг надо. Например, вот этот Денчик жил год. Они украли из какого-то проезжающего цирка Шапито медведя. И он год жил на то, что он ходил и фоткался с ним. А медведь как бы жил вместе с ним. Там, типа, накрывал его в снегу, грел. Он его мыл у себя в ванной. Менты не подходят, говорят. Ну, как бы, а что, ты можешь водку хоть днём на лавке пить. Кто тебе подойдёт, когда рядом с тобой такая дура сидит? Жизнь — жизнь. А там просто параллельное измерение на той же самой улице. То есть ты видишь вообще не то же самое, что видит этот человек. Ты видишь какие-то кафешки, а он видит целый мир. Я так люблю молодых ребят. Я так люблю дебютантов. Я так люблю горящие глаза. А самое главное — не только горящие глаза. Я так люблю жажду, ну, вообще жажду. Жажду познать себя и, блин, открыть что-то. И как-то изобрести это грёбанное колесо. Поэтому я очень люблю работать с молодыми. Очень. Ой. Я продюсер. Ой. Какой ужас. Ну, короче, мы снимаем «Короткий метр» сейчас. Девочка из индустрии предложила мне, ну, типа, главную роль. В её коротком метре. В тепловом на работе. Мне очень понравился сценарий. И я начал это продюсировать. Умение же продюсера ещё не только в том, чтобы всем заплатить и своровать, а в том, чтобы ещё договориться так, чтобы всё было в любви. Бесплатно практически. Но при этом очень хорошо сделано. Я не хочу быть никаким продюсером. Это просто потому, что это происходит, потому что я могу это сделать и хочу это делать. Что это за ерунда? Ты продюсер, ты актёр. Нет. Мне кажется, что человек сильно больше. Единственное, что у меня получилось в жизни, я считаю, на данный момент, это собрать людей вокруг себя. Вот каждый человек, которого я могу назвать своим близким человеком, это слиток золота. И главный ресурс и правда, и сила в людях, которые тебя окружают. В людях и в честности к своему себе. И поэтому, благодаря тому, что вокруг меня такие слитки золота, всякие авантюры становятся реальными. И не так, чтобы очень дорого.